Всем огромный привет! Принц Уильям считает Меган Маркл, ну как бы это мягко сказать, негодяйкой, скандал и еще раз скандал. Кроме этого, он видит все шаги Камилы и из-за этого он в ярости, об этом также буду рассказывать, ну и конечно не аристократка. Прежде чем я расскажу, как принца Гарри настиг новый провал и новая критика, об этом будет подробный рассказ, пожалуйста, посмотрите на эти заголовки. Журнал People хотел унизить или оскорбить, но получилось, по-моему, наоборот. И почему столь популярное издание позволяет себе такое? Потому что заплатили и кстати о том, кто мог поощрить People написать такую статью. Вспоминаем. Неужели эта Камила считала, что Кейт недостаточно аристократична, что она из простой семьи и вовсе не достойна будущего монарха? Вспоминаем. А тут такая статья, мол, не аристократичная Кэтрин хорошо воспитывает детей. Странный посыл. То есть аристократки не умеют воспитывать детей. В том числе Елизавета II, принцесса Анна, ну можно долго-долго перечислять, как вы понимаете, в том числе и Камила. А вот те, кто не имеет голубых кровей, оказывается, прекрасно справляются с этой ролью. Кто же пишет для столь популярного издания и попадает в просаг? Что вы, кстати, об этом думаете, обязательно пишите. Всем огромный привет, уважаемые зрители. Вы смотрите канал Deutsche News. Меня зовут Альбина. Давно мы с вами не виделись. У нас был мини-отпуск, но, конечно, вы, скорее всего, это уже понимаете. Так вот, мы возвращаемся и будем работать на полную. Будут выходить выпуски. Подписывайтесь. Огромное спасибо тем, кто пишет комментарии, ставит лайки. Передаю всем-всем привет и давайте поскорее продолжим. Королева Камила капризничает. Она отказывается вместе с королем переезжать в Букингемский дворец. Вы знаете, там идет ремонт. Он закончится в 2027 году. Потратят огромное количество денег. Но Камила и Чайльз, которым на тот момент будет точно уже 80 лет, откажутся переезжать. Об этом пишут все мировые СМИ. Они капризничают. Они жили 20 лет в Кларенс Хаус и не хотят знать и признавать Букингемский дворец. Так к чему же столь много растрат об этом эти публикации? Но я хочу вам сказать, уважаемые зрители, что сейчас мы с вами перейдем к принцу Уильяму, который в ярости, как сообщают британские эксперты, потому что жизнь изменилась. И он видит, как его и его жену, а также его детей выталкивают из королевской жизни. Им приходится создавать свои инфоповоды. То есть вот Кенсингтонский дворец выполняет какую-то работу и появляется новость. Ну а если в королевском дворце, в Букингемском и король и королева что-то там планируют, то их не приглашают. Конечно, вы это, скорее всего, заметили, но почему же принц Уильям все больше и больше раздражается? Ведь инфоповодов Кенсингтонский дворец создает очень много. Дэн Вудон рассказал в одном из своих утренних шоу о том, что принц Уильям замечает, как изменилась его жизнь после того, как не стала Елизаветой Второй. Как только в Букингемском дворце или в Кларенсхаус организовывается мероприятие, вот, например, сейчас проходил там прием, фонду принца Уильского исполнилось 40 лет, и его опять не пригласили. То есть, вот в самом прямом смысле не пригласили. И сколько таких случаев уже было? Он понимает, что это тлетворное влияние королевы Камилы. Советники, которые дают советы его папе, они справляются на ура. Исключают Уильских из королевской жизни напропалую. Куда ни глянь, нет ни принцессы Уильской, ни принца Уильского. Такое впечатление, что между парами произошел негласный развод. А вы это замечаете? И вот Дэн Вутон ворчит и говорит, что королеве Камиле стоит пересмотреть свою тактику и преуменьшить свои желания, потому что скоро окажется так, что не только Гарри сбежал за океан, но и принцы принцессы Уильский окончательно отделятся от королевской семьи. Мне кажется, мы недооцениваем весь этот скандал внутри семейства, потому что он очевиден. Несколько раз появлялся принц Уильский, я вам это сейчас покажу, и вы увидите, что он был один. И все мероприятия касались Кенсингтонского дворца. Ну а что же касается короля, то он даже не пригласил на встречу с Байденом правильно. Ни принцессу Уильскую, ни принца Уильского, потому что они его затмили бы. И даже королевы Камилы не было видно. Все-все-все, внимание президента США Байдена должно было быть направлено на короля. И кстати, уважаемые зрители, я смеялась над всей этой королевской ратью на канале Amore Royal и рассказывала о том, что вот они пишут, что Байден никак, ну вот никак не сподобится уделить внимание, кому бы вы думали правильно, монарху британскому. И что вы думаете, некоторые, которые нашли себя, видимо, на мусорке, по-другому я не могу сказать, сказали, что блогер, очевидно, не понимает, что у президента США есть действительная власть в руках. А монах это так, игрушка, дань прошлому. Она не может осознать, что на самом деле президент США главнее. Боже мой, они порезвились в комментариях, как могли. Я им, конечно же, сочувствую. Раз они нашли такой жирный повод объясниться, то действительно, давайте им поаплодируем. Ну а теперь хочу сказать, что про то, как тортик разрезал король, буду рассказывать завтра на канале Amore Royal и покажу видео. Ну а то, что президент Байден и, конечно же, король творили вместе, это мы обсудим чуть позже. Ну а теперь Меган Маркл и вся ярость принца Уильяма. Сейчас у нас будет большая тема про Сассекских, жителей Монте-Сито. Так где же пишут о том, что Уильям в ярости из-за того, что проделывает Меган Маркл с его братом? Об этом, опять же, говорил Дэн Вутон. А в одной из своих утренних передач, как вы понимаете, я не могу вам об этом не рассказать. Он сказал, что принц Уильям в ярости, и он считает, что Меган Маркл негодяйка, мягко говоря. Почему? Да потому что она испортила жизнь его брату. У них ничего не получилось, и вот сейчас новый провал. Об этом пришли известия. Она обещала его брату золотые горы. Она говорила, что Голливуд покорится. Она увела его из королевской семьи и лишила его всего наследства и будущего. И как вы понимаете, сейчас они терпят провал за провалом. Уильям, который следит, конечно же, за жителями Монте-Сито, рассказывал своим друзьям со слов Дэна Вутона о том, что он переживает и не понимает, до какой степени они могут скатиться. И Меган, которая разрушила их семью, манипулируя умело его братом, обещая ему миллиарды, обещая ему Оскары, Эми и другие голливудские награды, которая сделала его клоуном и посмешищем, и, конечно же, подкаблучником, которая, как я уже сказала, все-таки это очень важно, лишила его наследства и будущего в королевской семье, она вызывает все большую, мягко говоря, антипатию у принца Уильяма. Он считает, что вот сейчас настал тот момент, когда сам принц Гарри понимает, что ему не стоит надеяться на Меган Маркл. Это очевидно, что Гарри меняется, он действительно отделяется от нее и хочет работать на благотворительность сам, отдельно. Он понимает, что только так его ждет успех. Но Уильям, со слов Дэна Вутона, надеется на тот момент, что он окончательно осознает, насколько губительное влияние Меган Маркл и что он все-таки посмотрит в сторону королевской семьи. И это дает нам надежду. Ну а Меган Маркл, цензурных слов для описания ее поведения и того, что она сотворила с его братом, у принца Уильяма просто-напросто нет. А теперь, внимание, зачитываю название статьи. Принц Гарри более чем когда-либо гадкий утенок. Он не может конкурировать со своим братом, принцем Уильямом. Тесса Данлоп, она пишет для британских газет, эксперт-журналист говорит о том, что гадкий утенок, принц Гарри и его супруга Меган Маркл ни в коем случае не могут конкурировать с царственностью принца Уильяма и Кейт. О чем это она? Она говорит о том, что Гарри, одетый в джинсы, в эту серую футболку и в свою драную кепку, никак не может конкурировать с принцем Уильям в военной форме. Им не только нужны титулы и нужны деньги. Им нужна вся эта магия, которая окружает королевскую семью. Ну и, конечно же, она язвит в адрес Меган Маркл. Она говорит, что Меган, хоть и носит Диор, Валентина, Живанши и пудрит всем, опять же, мозги, она ни в коем случае не может сравниться с принцессой Уэйской, которая носит тяру «Узелки любви» и «Королевский викторианский орден». Подытоживает она это все фразой. Они более не обладают магией царственности. Конечно, не обладают. Только посмотрите на заголовок американского журнала «Ньюсуик». Они нам рассказывают о том, что, оказывается, принц Гарри защищает свою дочь Лили Бедзиану. Он защищает ее личную жизнь. А мы не знали, сколько в этой фразе двуличия. Лицемерие не имеет границ. В этой статье они рассказывают о том, что не только британские СМИ выставляют на показ жизнь дочери принца Гарри и Меган Маркл. Жизнь их семьи. Но и американские СМИ занимаются тем же самым. И принц Гарри огорчается по этому поводу. Серьезно, неужели принц Гарри и Меган Маркл огорчаются по поводу своей конфиденциальности? Не они ли показывали за деньги в этом фильме Меган и Гарри своих детей? Не они ли каждый раз приглашают фотографов? И каждый раз папарацци, кто бы это ни был, оказывается рядом, когда Гарри и Меган выходят из своей виллы в Монте-Сито. Теперь же я уверена, что они прекрасно понимали, что их сфотографируют. Что их фотографируют и скорее всего все было сделано с их разрешения по законам Калифорнии. Но оказывается, Гарри защищает личную жизнь своей дочери. Гарри, рискуя жизнью, переплыл океан. Он летел сначала в Канаду, потом он оказался в Монте-Сито. И все ради того, чтобы избавиться от бульварной прессы. Но не тут-то было. Американцы оказались еще ядренней. Казалось бы, можно принца Гарри и Меган Маркл наконец-таки поздравить, порадоваться за них. Если честно, я рада, с одной стороны, что они номинированы во вторник на премию, важную премию. И они номинированы со своим фильмом, который выпустили для платформы Netflix. Меган и Гарри, да, тот фильм, который выходил в декабре. И они номинированы на премию Hollywood Critics Awards. И что вы думаете, уважаемые зрители? Давайте им аплодировать. Это престижная премия. Они молодцы. У них столько просмотров. Все получилось. Но не тут-то было. Это оказались всего лишь ягодки. Дело в том, что на Эйми они не получили номинацию. То есть, люди, которые работают в премии Эйми, они отказались включать их список номинантов. Еще раз. То есть, они получили во вторник номинацию на Hollywood Critics Awards и их исключили из номинации на Эйми. Конечно, вы понимаете, что бьют их палками со всех сторон. На тебе пряник, Меган. На, получай поджопник, Меган. Примерно так. Ну, а Гарри, скорее всего, лежит там впечатленный с бутылочкой чего-нибудь расслабляющего. Это как минимум. После стольких провалов. Не знаю, чем там на самом деле занимаются Принц Гарри и Меган Маркл. Но очевидно, что удары их застают врасплох. Сколько дней они будут прятаться? Сейчас или все-таки гордо поднимут голову и свои подбородки и отправятся получать премию? Или спрячутся и будут там ее получать по Зуму? Большой вопрос. Теперь хочу сказать, что фанаты БГС и вообще в СМИ много разговоров про то, что лживый фильм о королевской семье из-под пера Меган и Гарри получил столь престижную премию. И вот, мол, плохо это. Уважаемые зрители, плохо это или хорошо, я не знаю. Но смотрите, как приободрился Пирс Морган. Дело в том, что он рассказывает нам, что они недостойны получать за это премию, что критики что-то там перепутали. Скорее всего, они ничего это не смотрели. Он про фильм Меган и Гарри. И что лживая-лживая история герцога Сасекского и герцогини Сасекской ни в коем случае не должна получать какие-то там награды. Боже мой, королевская семья, облитая грязью. Вся эта грязная-грязная история. И вдруг такие награды за что? Вот что пишет Пирс Морган. Конечно, учитывая все, что произошло, Пирсу Моргану это не нравится, как и всем остальным. Но в любом случае, пилюлю Сасекским дали. Маленькая новость появилась буквально сейчас. Royal Estate, это организация, которая следит за деньгами и имуществом королевской семьи, как вы понимаете, в Великобритании. Я вам множество раз рассказывала. Так вот, Елизавета II, вспоминаем ее любимую машину, это Jaguar. Он всем нам знаком. Она часто именно на нем ездила и появлялась. Оказывается, его продадут с молотка и все деньги отправят на благотворительность. Я не хочу критиковать короля. И так я его постоянно критикую. Но тем не менее, какая была необходимость? Ведь это память. Это очень важная машина, на мой взгляд. Потому что на ней ездила не только Елизавета II, но и все они. И принц Филипп ездил. И вот она пойдет с молотка. Зачем это? Хочешь заработать денег? Продай свою машину, Чайльз. Но нет. Машина его мамы подойдет на эту роль лучше. Как и ее лошади и как все ее имущество. Любящий сын. Раз мы заговорили про королеву Елизавету II, давайте вспомним, что у Сары Фергюсон вышел новый подкаст. Она появилась и рассказала о том, что чувствует себя отлично. И в этом ей помогли ее корги. Теперь уже ее корги. Илья заговорилась. Корги королевы. Они ее выручали на протяжении всего этого времени. Поддерживали. Отвлекали от дурных мыслей. Хочу сказать, что Сара молодец. Умело использует пиар от корги. А как вы считаете? Ну и безусловно, я рада, что Сара Фергюсон чувствует себя прекрасно и вернулась к своей работе. Давайте-ка за нее порадуемся. И я не могу пройти мимо Уимблдона, прежде чем мы все-таки доберемся до этого Байдена. Вчера, 12 июля, после четырехлетнего перерыва, королева Камила наконец-таки появилась на турнире теннисном. Уимблдон, финалы, все очень даже интересно. Но мы-то с вами о королевской семье рассуждаем. Только посмотрите на этот заголовок. И пожалуйста, вы должны понимать, что это не я пишу для британской прессы. Они справляются с этим сами. Они говорят, что королева Камила берет пример с Кэтрин и платье очень похоже. Одновременно хочу похвалить Камилу и поругать. Как я это сделаю? Дело в том, что мне кажется, что платье от Фионы Клэр совершенно не похоже на платье Кэтрин. А как считаете вы, обязательно пишите. Ничего общего. Но! Камила так часто носит белые оттенки и белый цвет, что мне кажется, что она пытается отбелить свою репутацию с помощью белого цвета. Но мне кажется, что это не поможет. А как считаете вы? Теперь, уважаемые зрители, пожалуйста, будьте внимательны. Дело в том, что даже Нью-Йорк-Пост написал о том, что Камилу оскорбили. Во время ее посещения у Имблдон никто-никто не сделал реверанс. С кем бы она ни встречалась, никто даже и не подумал сделать реверанс. Почему? Неужели это только потому, что это Камила? Вопрошают они. Но не тут-то было. Здесь же, в этих публикациях, нам рассказывают о том, что в 2003 году якобы реверансы отменили. И, возможно, люди, теннисисты, все эти встречающие Камилу запутались и не сделали реверанс, растерялись. Но хочу вам сказать, уважаемые зрители, что это неправда. Дело в том, что исключением являются король и королева. Как вы понимаете, невозможно представить себе ситуацию, где королю и королеве не поклонятся, не сделают реверанс. Это касается, я про закон 2003 года, только младших членов королевской семьи. И то, как вы понимаете, я множество раз показываю вам видео, вы видите, как их встречают. Большинство кланяется и еще с удовольствием. И у многих получаются лучшие реверансы, чем у Меган Маркл. И здесь вы думаете, что я закончила тему с этими реверансами? Вы ошибаетесь. Они азартны. А мы с вами что, отстаем, что ли? Скоро на Уимблдоне появится принц Уэски Уильям. И вот они делают ставки, поклонятся они ему или нет, ведь он будущий король. Неужели, неужели никакого кивка, поклона или реверанса в сторону принца Уильяма мы не увидим? Ну, поживем-увидим. Я вам, конечно же, все покажу и расскажу. Но королева Камила вышла из машины не одна, а в сопровождении Фрейлины. И это ее сестра Аннабель Эллиот. Вы видите перед собой, как они вдвоем, поговорив с теннисистами или с кем-то с волонтерами, прошли дальше в королевскую ложу. И здесь, уважаемые зрители, я хочу сказать, что, опять же, вспоминаем экспертов по языку тела. Джуди Джеймс, она вообще сегодня у нас произведет в этом ролике фурор, я вам обещаю. Она сказала, что Камила строила такие, мягко говоря, а цитату вы видите перед собой, рожицы, что превзошла себя. Она чувствовала себя чрезвычайно расслабленной, раз строила такие рожицы. А ведь нельзя, нужно держать лицо. Как это сделала та самая Мэри Берри? Например, говорит Джуди Джеймс. Я хочу сказать от себя, что, конечно же, Камила вела себя в королевской ложе, как хотела. Ничего такого я в этом не вижу. Все картинки вы видите перед собой. Если вдруг вы не подписаны на наши социальные сети, если вдруг вы не подписаны на наш канал Amore Royal, то вы многое упускаете. Подписывайтесь и спасибо всем тем лапочкам, которые не забывают ставить лайки. Камила назвала себя при посещении Уимблдона старой. У нее спросили, умеет ли она хорошо играть в теннис. Она сказала, что да, она что-то там умеет. Пробовала сто лет назад. Я слишком для этого стара. Ну, что тут интересного? Правильно сказала. Кроме этого, уважаемые зрители, вы, скорее всего, видите, что князь Монако Альбер сидит рядом с Камилой. Тоже в королевской ложе находится в этот день. Интересное совпадение. Но самый смешной заголовок Daily Mail. Только посмотрите на него. Они пишут о том, что княгиня Шарлен пропала на три недели. На три недели. Они ее там с собаками, эту Шарлен, ищут. Я не знаю, куда она там пропала. Французские СМИ сообщают, что она обожает Корсику. Я сейчас про Шарлен отвлекаемся от Камилы. Ну, а я прочитал. Шарлен посещала Куршевель, где раздавала пожертвования на благотворительность. Работает Шарлен. С ней все в порядке. Ну, а князь Альбер выглядит хорошо, выглядит довольным. И рядом с ним сидит подружка Шарлен. И вот, мол, все обсуждают, что эти двое делают вместе. Учитывая репутацию князя, конечно же, такие заголовки можно увидеть. Но, а мы с вами переходим к следующей теме. А кого не пустили в королевскую ложу? Или кто отказался сидеть рядом с князем Альбером и королевой Камилой? Интересно, как на самом деле обстояли дела? Потому что Питер Филлипс со своей подругой появился именно в этот день. Линси Олес носила дорогущее платье. Платье симпатичное, но стоит без 10 фунтов целых 2 тысячи. Какое платье! Британский бренд. Она молодец. Вот примерно в таком контексте это обсуждается. Но рядом сидела Пипа Миддлтон. Пипа Миддлтон, которая появилась в платье за 335 фунтов стерлингов. И выглядела тоже хорошо. А как ее супруг сиял и улыбался. Это нечто. Так вот, уважаемые зрители, их в обязательном порядке сравнили. Чей наряд вам нравится больше, пишите. Последняя тема у нас будет про Джо Байдена. Это будет нечто, как я уже сказала. Но они целовались в засос. Это, конечно, неправда. Но Зара Тиндал вместе со своим супругом в этот же день посетили матч Уимблдон. Это были финалы. И я хочу сказать, уважаемые зрители, что они, мне кажется, провоцируют СМИ. Что вы об этом думаете, пишите. Но вот как это все выглядело. И еще хочу сказать, что она носила вот такое платье в полосочку. Я про Зару Тиндал. Она выглядит на Уимблдоне очень даже неплохо. Но кто же у нас еще носил платье в полосочку? Это леди Сара Чата. И ее также хвалят. Говорят, что она такая элегантная, такая тихая, такая хорошая. Она такая-такая недосягаемая. Это леди Сара Чата. Она не участвует ни в каких скандалах. И вообще, только посмотрите, как она достойно несет наследие королевской семьи. Для тех, кто не знает, напоминаю, что леди Сара Чата – это дочка принцессы Маргарет. Посмотрите, действительно, она носит платье в полоску, сидит хорошо. Но что касается макияжа и прически, то, конечно, здесь мне похвалить не за что. Но она почти всегда так выглядит. Это ее стиль. Ну а я все-таки, наконец-таки, перехожу к фурору Байдена в Великобритании. Президент США Байден, наконец-таки, появился на горизонте. И королевская семья, и в том числе, сама Великобритания, приложила огромные усилия, чтобы продемонстрировать президенту США все свое уважение. И парад перед ним выстроили, и дорожки постелили, и вертолеты летали, и все там перекрыли, и вообще все-все-все только ради Байдена, уважаемые зрители. Теперь хочу сказать, что язык тела Байдена и, конечно же, короля обсуждают. Но для того, чтобы вы понимали, почему это вызывает такое пристальное внимание, хочу сказать, что король не переносит прикосновения. Он не любит никакие прикосновения. Для него важно, чтобы его не касались. Это касается самой персоны и личности Чарльза. Конечно же, по этикету также нельзя касаться короля. Ни в коем случае ни короля, ни королевы, ни вообще королевских персон. Но все это троекратно увеличивается, когда дело идет о Чарльзе, потому что он прикосновения не переносит. Но по этикету вы можете прикоснуться к королевской персоне, а в частности к королю, только после того, как он прикоснулся к вам. Это вот коротко, чтобы вы понимали, почему этому уделяется огромное внимание. А еще, когда вы сейчас будете смотреть, как это все происходило, я, скорее всего, буду за кадром. Этот его конюшей Джонни Томпсон произвел неизгладимое впечатление на Байдена. Он с ним поздоровался отдельно. Скорее всего, Байден подумал, что этот человечек кого-то ему напоминает или, как минимум, он занимает должность такую же, как у Риши Сунака. Как считаете? Поэтому он такой нарядный в шотландской традиционной форме. Публикация носит название «Затерянный Винзори». И, конечно же, вы понимаете, что потерялся не монарх, потерялся гость. Об этом и идет речь. Все, что я вам рассказываю и все, что вы видите перед собой, происходит в Винзорском замке. В Букингемский дворец его не пустили, не пригласили. И я не шучу, что вы, скорее всего, увидите этот огромный пуленепробиваемый вертолет. Просто такая махина. Что это за размеры? Мне кажется, туда можно вместить небольшое государство внутрь этого вертолета. Но, тем не менее, вы видите, как они приземляются. Джуди Джеймс, как и другие эксперты, подчеркивают, что у монарха британского был невероятно трудный день. Он устал и всячески показывал и демонстрировал всем окружающим, что ему тяжело, тяжело и еще раз тяжело направлять непослушного президента Байдена. 7 секунд, 7 секунд рука Байдена находилась именно там, где ей не положено, чуть ниже спины. Ну, я бы сказала, что практически еще в районе спины, как это видите, вы обязательно пишите. Но, они даже посчитали секунды. Они посчитали, сколько раз он хлопал его покровительственно, уважаемые зрители, по спине. Как он его дергал за плечо, за рукав и за все остальные части тела. Хорошо, что обошлось только этим. Я немножко даже рада, но остальным это все не понравилось. Несмотря на то, что британские СМИ говорят, что это все было нарушением, нарушением. И король выдержал этот день с достоинством, хотя сигнализировал всему миру, что он сейчас сойдет с ума от этого президента США. Я от себя хочу сказать, что Байден этими жестами не единожды подчеркнул, кто здесь главный. Кто здесь включает музыку, кто платит за это все. Это было сделано именно для этого. Здесь никакой политики нет. Мне кажется, что Байден сам такой по себе, как вы считаете. Обязательно пишите. И еще хочу подчеркнуть, что никто из них не посмел написать, что он покровительственно обращался с монархом. Они написали наоборот, что это было честью все-таки визит президента США для британского монарха. Мол, наконец-таки это все состоялось, произошло и можно выдохнуть. И вот здесь я еще раз хочу подчеркнуть. Я считаю, что для любой монархии это немножко оскорбительно, немножко унизительно, когда тебя все-таки удостаивают немного внимания по пути куда-либо. Но большинство зрителей, как вы понимаете, со мной были не согласны. И еще Джуди Джеймс написала о том, что даже Камила, несмотря на свою сильную связь с королем, не трогала за все публичные мероприятия его столько раз, сколько раз в течение этих мероприятий его тронул президент США Байден. И что, скорее всего, у него была истерика у короля. Долго я вам про это рассказываю. Что видите вы, обязательно пишите. Король, на мой взгляд, на фоне президента США выглядел практически мальчиком, юношей, который старательно указывал дедушке его место, как вы считаете. Ну а американские СМИ подчеркивают, что Байден, скорее всего, заблудился, запутался и вообще не понимал, где именно он находится и каков протокол мероприятия. Те всего на видео вы увидите, как сопровождающие произносят речи, как невнимательно их слушает Байден и как король переживает, что он сейчас сорвется с места и отправится куда-нибудь, пока те еще не договорили. Было бы весело. Наверное, я вам уже за этот ролик сумела надоесть. Как вам все происходящее, все, что я вам рассказала. Завтра на канале Амуре Ройл вас ждет шедевральнейший ролик. Обязательно смотрите. И выходные также будут новые видео. Ну а я с вами прощаюсь. Конечно, мне будет очень приятно и мне, и Карине, как создательнице этого видео, если вы оцените его положительно. Не забудете поставить лайк. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь, заглядывайте в наши социальные сети. Ну и я желаю вам всего самого наилучшего. Встретимся уже завтра на канале Амуре Ройл. Пишите все, что думаете. Пока-пока. До новых встреч.